Ну что, братва, всем привет. Во всем по порядку. Едим сейчас на торпеды. Поехали. Женек, здорово. Да, привет, привет, ребята. Главный красава нашего ютуба русский. Я думаю, что Зоба может играть в топ. Родячие трибуны. Динамо, Локомотив, ЦСТ. Добро пожаловать. Стрелы, черны, черны, черны. Вот примерно так должно быть. Какое должно быть общение между командой и болельщиками. Ну что, братва, всем привет. Много соскучились. Мы, по-моему, вы, наверное, так же. Едим сейчас на торпеды. Время 9.16. В 10.00 начинается фанатский турнир. Ну и сегодня, конечно же, матч торпеды Шеффел. А во всем по порядку. Мы начинаем. Не переключайтесь. В этом выпуске куча крутого именно для вас. Поехали. Друзья, с нами представитель факелонов, факела воронежского. Что, собственно, стоят дела на секторе вообще? Ну, на самом деле, никакого сильного пресса нет. Просто ленивый только не хочет ходить. По факту. То есть, кто хочет, тот найдет способы, как что и как пройти на сектор. А так, да, был в одно время после «Динамо», особенно там, пресс. Да, был. Вы знаете, была, так скажем, небольшие танцы были, да. Воронеже исследователи начали проверку по факту драки во время футбольного матча. Ну, ребята, да, уже там свое, как бы скажем, отмотали. То есть, сейчас вроде как все налаживается. У них жизнь, у нас, в принципе, мужики. Ну, надеемся, что все будет нормально. Так, парни, новый гость в нашем сегодняшнем выпуске. Это представитель Ростова, Ростельмаша. Ростельмаша. Парни, последние вот к вам приезжали совсем недавно. Так. Я там вам кадры обещал скинуть, короче, ваши шизы. Ну, скину обязательно после сегодняшнего этого. Шиза есть, кадров нету. Ну, ладно. Все будет. На таком, на таком, просим вашу Леониду, просим вашу Леониду. Чемпионата мира всем известного, приток, в принципе, людей большой. Ходят, да? На секторе. Люди ходят на секторе. Даже на рядовые матчи какие-то. Да, но другое дело, что качество кромает от этого. Потому что приходят не совсем те, с кем можно работать и развивать. На секторе уже непосредственно. И репетиции есть перед матчами, и зарядов. И все занимаются. Занимаются, конечно. Конечно. Сегодня приехали к нормальным таким составам. Да, состав прилично. Что ждешься от сегодняшнего вечернего футбика? Сам, да, Шефл, типа, самый старый английский футбольный клуб. В одной четвертой финала допустили ошибку, как бы. Это, ладно, главное участие, а не победа в этом случае. Поэтому сейчас идет битва за финал. Кто выступит, Запад 5 против Алка Крю. В финале уже ждет Торпеда Ру. Наверное, все-таки Торпеда и Запад будут разделить первое место. Турнир прошел на ура. Парням, организаторам респект. Всем, кто приехал, фанатам с других городов, с других команд, респект. Мы идем кушать и двигаем на мячик. Не переключайтесь. Москва, порой, мир на стол! Короче, парни, пока до футбола 2 часа, остается полтора, решили убить по пену на напиток. Жека, расскажи мне, сейчас у вас так было называемый Кердив, где вы ездили по выездам условно-ограниченно. Да, то есть, ну, не было каких-то супердалеких, правильно? Супердалеких не было. Как в премьер-лиге. Сейчас у вас ФНЛ. ФНЛ от Калининграда, блин, до Владивостока. В новом сезоне ФНЛ собирается 9 человек пробивать. Золото, но... Километраж-то больше в разы. Километраж больше, плюс бюджет уже посчитали. В принципе, где-то получается 300-350 плюс. На сезон? На сезон. И не все вывезут вот это, потому что у нас первый выезд Воронеж, потом 21-го Хабаровск. Я слышал, ты собираешься во Владик я ехать? Да, во Владик я собираюсь. На чем, на поезде, наверное? Нет, нет, на самолете. А почему не на поезде? Сколько, 5 дней? Сколько сейчас цена до Владивостока добраться? 35. 35 тысяч туда-обратно? Да, туда-обратно. Сейчас есть такая новость, что наши чиновники футбольные хотят сократить гостевую квоту до 7%, правильно? Да. До 7 вместо 10, да, по-моему, сейчас? А внутренний туризм наш, в основном, мне кажется, стоит на фанатах, да? То есть это выезда, когда там, например, мы там приезжаем в Самару, в Ростов, там 7-10 тысяч человек, на Москве есть. Чего это нужно и нужно ли это вообще? Нужно это для того, чтобы урезать поток болельщиков. В целом, посмотрите, мы ездили в Калугу, нас поливали с пожарных гидрантов. Даркетон! 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 Мы приехали в Обнинск через неделю, нас опять поливают из гидранта. Фанаты не нужны, потому что, наверное, никому не нужны фанаты. Так, друзья, идет Вася, который должен был приехать еще утром на фанатский турнир. Здорово! После долгой перерыва поприветствуем наших подписчиков. Всем привет! Извините за опоздание, пожалуйста, ночная работа. Всю ночь что делал? На фатру вызывал на сцену. Вызывал на сцену ваших одноклассниц, которые поехали в Москву поступать в театральное. Вот он, Женек. Здорово, брат. Да, привет, привет, ребята, всем привет. Короче, главный красава нашего ютуба русского. Женек, привет. Всем салют, друзья, это Красава. И сегодня мы прокачаем еще одну академию. Академию имени Юрия Коноплева. Красава! Слушай, гоняешь по миру, по Европе, смотришь много. И мы, естественно, болельщики Спартака, ждем, что однажды наш игрок уедет, станет главным красавой. Трех игроков давай в КСМ. Раскидаем сейчас, нам нужен. Давай. Один в топ-5 чемпионатов в топ-клуб. Второй нам нужен в топ-5 чемпионат середняк. И третий нам нужен примерно в радиусе Коли Камличенко, чтобы было. Салин на поле вышел, пошел дождь. А чем ближе к полю, тем хуже погода, понимаешь? Я сейчас еще шаг сделаю, ураган начнется, землетрясение. Так, короче, Зобнина отдаем. Я думаю, что Зоба может играть в топ. Томаты, которые за любые чемпионаты были, скажем. Да, да, безусловно, безусловно. Теперь нам нужен игрок, который будет основным, но где-то в середняке. Кутепов. Кутепов, да. Ты из ориентина хотела Кутепов? В принципе, такой уровень. Чемпионат мира крутой. Чемпионат мира крутой был. Ну, понятно, что у всей сборной. Но Кутеп реально меня впечатлил. Кто станет лидером, пускай не самые звездные команды, но, например, как Коли Камличенко. Короче, кто будет дрова, да? Не, 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 не. Помни, я не говорил. Ой, блин, Джики забыл. Слушай. Не, ну, во-первых, мне кажется, Георгий не пойдет в команду, которая не топ из Спартака. Ну, смысл уходить из Спартака, если там где-то непонятно, в чего играть. Не, ну, Джики красавчик. Красава. Красава. Ты человек, который видел такие клубы, как Тосна, Аланя, Ахар. Да. Расскажи, пожалуйста, мнение представителей… Это сейчас слезы, это не дождь, ребята. Да. Мнение представителей РПЛ о том, что нужно нашу лигу расширять до 18 команд. Есть боязнь, что если команды действительно захотят этого, потому что все выступили почему-то за кроме Спартака, то все превратится в мини-футбол. У кого есть бабки, тот играет в вышки. Твое мнение, нужно расширять или нет? Или пока что не готова наша лига? Ну, мне кажется, что мы не готовы, ребят. Ну, объективно, давайте посмотрим правде в глаза, да. То есть, есть там первая, там, восьмерка-десятка, все остальное – это практически бесконкурентные клубы. Поэтому я бы сейчас сделал упор на то, чтобы не тратились бюджетные бабки, раздувался пузырь, все банкротилось и появлялись новые команды. Как в Алании, как сейчас в Новосибирском случилось, да. Клубов миллион, как в Кубани эта бедная и так далее и тому подобного. Я бы сейчас просто думал о том, как сделать наш футбол хоть более-менее, не знаю, коммерческим, в плане, чтобы бизнес-структуры приходили и вкладывали свое лавэ, как, например, в «Чайке» в Краснодаре. Ты когда делаешь свои выпуски, ты разыграешь футболки, поэтому у нас для тебя есть символичный подарок – это маленькая футболка «Спартака». и на ней Савин не заиграл в «Спартаке». Это «Карпин» виноват. Но у нас есть вот такое вот. Это твоя дочка. – Спасибо. – Однажды, может быть. – Спасибо. – Мне, кстати, нравится вот эта надпись всегда, когда… – Ну, ребят, спасибо. – Удачи. – Уже арбитры ждут. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Эдгар Гауч, привет. – Здорово. – Ты расскажи, знаешь, о чем? Годами, несмотря на то, что уже в «Торпеды» не играешь, все равно теплые отношения. Ты приезжаешь к парням постоянно на какие-то тусовки, на какие-то мероприятия. Не всем дано сохранять такие теплые отношения с фанатами. Как тебе это удается? И насколько много сейчас реально искренних парней играют в РПЛ и топят реально за фанатов и готовы вот так вот плотно общаться и искренне, и дружелюбно, и по-настоящему. Сложно мне сказать за других ребят и за других клубов. Честно, я уже давно не играю в России, поэтому мне сложно сказать. Что касается «Торпеды», наверное, все-таки для меня и для фанатов провели очень такой яркий период, не короткий, но очень яркий период «Торпеды», поэтому это осталось связь. Мы постоянно на связи, часто встречаемся. Мне до сих пор очень много присылают подарков. Я «Торпедовец», поэтому я продолжаю топить, болеть за «Торпеды». Как думаешь, может быть, проверка на прочность, это все вылеты, расформирование и так далее, вот эти вот сложные времена, может быть, оставляют действительно верных людей вокруг клуба, а вот эта вот ненужная пена расходится? Конечно, сложный момент, когда, если наступает сложный момент, проще всегда уйти, но есть люди, которые обладают характером, силой воли и готовы работать за клуб и идти до конца. Как это, например, показало прошлый сезон, я восхищался, что все были едиными, это болельщики, руководство, команда, и это будет баннер «Фенелла или смерть», но мужики оправдали, поэтому я очень рад и только вперед. Друзья, как я говорил в начале выпуска, сейчас футбик в самом разгаре, мы для вас подготовили подарки с нашими друзьями из делимобиля. Это три промо-кода на тысячу рублей, чтобы вы могли с комфортом поездить, где там вы не находились. Что нужно сделать? Условия, написать в комментарии, куда вы собрались этим летом, либо какой-то выезд уже спланировали, либо поехать отдохнуть и ввести промо-кодик, который вы видите вот здесь вот и в ссылке. Соответственно, вводим его в приложение делимобиль. По тысяче рублей получаете и кидайте нам «Распектулю». Давайте, продолжаем. Короче, очень забавная штука происходит. Парни сейчас делают крутую тему. У нас она также есть на секте, когда все садятся, делают нараспев песню, а потом взрываются в этот момент. Так вот, один Лавин Стюарт даже закрывает уши, говорит, что боится оглохнуть. Педерских болельщиков, кто-то ходил в шарфах, какие-то маленькие флаги были. Взаимоотношения тогда между «Спартаком» и «Торпедо» было такое максимально дружеское и налицо. На ваших секторах сейчас или раньше как часто можно встретить болельщиков «Спартака»? Представитель «Спартака» можно особенно в регионах очень часто встретить. Сейчас какие взаимоотношения? Можно как-то описать, что они есть? Теплые, добрые. Есть взаимоотношения теплые, добрые. Везде «Спартак» поддерживает «Торпедо», помогает по возможности. Самый важный, самый, наверное, долгожданный матч, который давно все болельщики «Торпедо» ждут. Да дерби ждем. «Динамо», «Локомотив», «ЦСК», добро пожаловать. Либо дружеское дерби может быть с нами. Отлично. В хорошей атмосфере, пошли зимы попоем. Передадим привет красно-синим, красно-зеленым и всем остальным. Слушай, расскажи, кто сегодня приехал. Воронеж, Ростов, кого можно встретить на трибуне? Жодино, Минск, Владимир, «Спартак» очень много ребят пришло. Много видел знакомых лица «Спартака». В регионах футбол по мне так умирает. У нас принципиальный соперник Динамо-Брянск, но у них как-то все не очень так складывается. И в последнее время такого накала страстей между нами не было. ФНЛ – это так особо «СКА» Хабаровск. С службой конями только можно выделить, потому что они могут что-то придумать. Либо здесь будут какие-то события, если красно-синие друзья придут их поддерживать. А так, в целом, нейтральное отношение со всеми командами. Только с «Вакевым» у нас более-менее дружеские именно отношения. Спасибо тебе за интервью. Вам удачи и фанатю Торпедовскому, и самой команде «Удачи» ФНЛ. Надеюсь, скоро в РФПЛ уже с вами вместе встретимся. И дружеские, и вражеские дерби будем проводить. Нашему веселиться, веселиться. Все будет круто. ПЕСНЯ Артем Самсонов. Гость, кстати, одного из выпусков нашего сегодняшнего гостя Жеки Саина. Расскажи, пожалуйста, какие чувства ты уже который раз возвращаешься на Восточку. Как встретили фанаты? У меня всегда были очень хорошие отношения с нашими фанатами. Я их уважал, уважаю, люблю. И меня фанаты, ну, так, как я понимаю, что меня уважают. Слушай, Торпеда – это какой-то пример для остальных клубов, как фанаты взаимодействуют с игроками. Что за феномен у такого взаимоотношения игроков Торпеды и обычных болельщиков? Весь прошлый сезон ФНЛ были одной семьей. Это один из, наверное, главных факторов, почему удалось выйти из ПФЛ. Почему именно в Торпеды так тепло и хорошо? Может быть, что-то за пределами стадиона как-то? Отдыхаете вместе? Нет, просто как-то так повелось, что мы как одноцелые. Всегда после каждой игры подходим со своими фанатами, поздравляем их, а не нас, как бы. Я считаю, это хорошо. И не в каждом пункте такое есть. Кстати, Артем Самсонов у нас чемпион Европы до 17 лет. Сейчас в порядке, как оценишь свою форму. Есть вариантик сегодня передачу голевую вырезать? Да, конечно, каждую игру есть в варианте. А так я вообще сейчас в порядке в таком. Ну, желаем тебе возможность даже позабравить карьеру, следите, смотрите. А чего ты так говоришь только? Ну, на высоком уровне. Сейчас ПНЛ, ПНЛ. Потом премьер-лиги не загорали. У парней там, типа, РПЛ или смерть. Ну, уже рядом. Да, 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 да. Посмотрим сегодняшнее. Я тоже помогаю рисовать. Ну, Krista, простая рouter. Ну, этоapter, что непогода не тянет тебя. Пойду. Су... Эй, 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 эй. Опять! Стань, стань, стань. Давай, давай! Стань-стань, стань! Белые, черно! Белые, черно! Белые, черно! Белые, черно! Белые, черно! Белые, черно! Вот примерно так должно быть. Такое должно быть общение между командой и болельщиками. Вот в этом прикол можно пройтись по полю после матча, понимаете? Понятно, выставочный матч все равно, но своя атмосфера здесь присутствует, поэтому, братцы, если вам этот выпуск понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну и пишите свои мнения. Впереди новый сезон. Мы с вами. Вась-то с нами, нет? Я с вами, пацаны. Все, братцы, закрываем камеру.